Шансов ноль. Даже 300 спартанцев, они были как бы и до боли, с поддержкой какой-то выигры, сражения. То есть чисто по-человечески шансов нет. Но почему мы восхищаемся сегодня мы их подвигом? Что даже не имеют одного из тысячи шансов, но они все равно шли и понимали, что они покинули 100%. Потому что шансов ноль. Но они все равно шли и делали это. Это как бы, ну знаете, вот уму непостижимости, вот это уму непостижимое человечество. Вот. И очень трудно. Хотя есть сильные тоже есть такие герои, они там встречаются, но вот то, что тогда происходило, между двух и перей, оказавшись в Украине, вот эта трагедия Украины самой всей, вот это. Я верю, что даже то, что тогда происходило, Бог это все видел и видит все это. Вот. Это не напрасно. Вот по-человечески напрасно. А с Божьей позиции это было не напрасно. И Бог очень сильно благословил этому Украину. И последствия благословивающим силам. Вот. Это просто не напрасно было. Вот. И в Израиле тоже были такие вот отчаянные такие патриоты. Вот. Их звали зелоты. Они понимали, что шансов у них ноль. Против всей огромной Римской империи, против юридионов, их горстки, этих партизан. Это просто не что-то, знаете, как комар против юридионов. То есть, ну, шансов ноль. Но этот комар не давал покоя к юридионам, знаете, вот. Да, значит. Не давал ему спать спокойно. Вот, значит, да, значит. И земля, правда, как и францоткарина, действительно, вот взяла, доставляет очень много беспокойства римским этим гернизонам. Это правда. Вот. И порой там небольшие отряды, но большие группы римина. Да, значит. Иисус их не осуждал. Хотя тоже, конечно же, понимал, что их борьба чисто по-человечески, она, ну, она бессмысленна. Чисто по-человечески. Но с позиции меба, порой то, что в церкви бесполезно и бессмысленно, имеет огромный смысл. Духовный смысл имеет. Это были искренние люди. И один из этих партизан даже стал, значит, националистов еврейских, таких партизан еврейских. Он стал даже одним из учеников Иисуса Христа еще. Он был возле него. С другой стороны, в дуле иесеи. Иесеи – это прямая противоположность, можно так выразиться, зенота. Это другая крайность тогда еврейского мира. Это были чисто, как у нас, допустим, называют у нас, допустим, иноки, да, какие-то монахи, вот, как бы, те, которые, ну, толстовцы, вот, непротивление злобно силой, да. Это те, кто, ну, ассоциируется обычно у нас сегодня с теми, кто, поцеписты, допустим. Те, которые, наоборот, были сторонниками, как вот, значит, Махатма Ганди, там, ненасильственного сопротивления злу. Даже если Рим нас оккупировал, да, вот сейчас идет, у нас, у евреев, есть оружие, силу и меча, бесполезно сейчас сражаться с этим великаном, но у нас есть сила духа, у нас есть сила Божья, у нас есть сила молитвы. И мы знаем, что вот мы этим противостоим вот этому колоссу, этому, ну, как бы, как бы, Дарит стоял против великанта. Но Голиафта, он насмехался, но он потом, как говорится, смеется хорошо, кто смеется в последнем. Вот, и Иисей был очень близкий Иисусу. И он даже, в общем-то, в последнем вечере, вот это, которое мы вспоминаем, как раз, совершая общее, так вот, первое обновление, да, в последнем вечере, это было, по сути, и Иисейское сопротивление, вот. Потому что, помните, да, я только рассказывал об этом уже не раз уже, что, когда ученики спросили Иисуса, где нам приготовить Пасху, он сказал, вот, идите, и вы увидите, вот, мужчину, несущего водонос, водонесущего, да, вот, и за ним проследите. И потом, когда придете, увидите этот дом, то хозяин ему расскажите, где, учитель говорит, где приготовить Пасху. И вот, ну, в то время, когда, вот, увидеть мужчину, несущего водонос, воду, было невозможно. Это не грех против Божьей заповеди, против законов, против Торы, но предание уже было такое сильное, что, ну, как бы, уже считали на греху, уже, считали на греху. А женская работа была чистая мышца, не мужская, да, но, ну, это правда, не царское, это дело. Ну, вот, ну, в украинской группе тоже, да, вот, та песня мне тоже нравится, так вот. Неса на работу, коромы славятся, ну, нет, ну, красивые такие песни, украинские, они красивые очень. И вот тоже возбывается такой эпизод, вот, мне, чтобы Иван сказал бы, он говорит, дай ему всю воду, нет, ну, он въедется, все, а я говорю. Понимаете, ей и так, значит, она несет воду, в воду еще въедется. Я такая, я представляю, ты не едешь, значит, еще в воду еще пузыка, ну, 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 вот, знаете, интересно, значит, тоже, да, в корейской культуре тоже. Но, в принципе, если мы казна не нанес в воду, то мы его обязательно отучили бы от Сечи, да, знаете, в то время, это, ну, не грех был бы, да, вот, для казака. Ну, хотя это уже, как бы, ну, вроде как бы, не глицу, да. Но, а в Израиле это придумали как грех уже, то есть, тут надо понимание, вот, у этих старцев, у нудецов, что это даже грех. То есть, если еврей будет внести мужчины воду, то сказать, все, он грешник, его обучает в синагоге, а это означает, что они в жизни, по сути. Вот, значит, он не может ни на работу ни куда устроиться, если кто-то устроился, кто пришел, там, за копейки, за гроши, с ними не здоровается, соседи его обжираются, он как изгоним, он хуже смыренный вообще, он как неверный. Вот это, да. Вот, значит, они, лишь те евреи, которые были в этой сессии, вот, иесейские, да, они практиковали подобное. Иесей, действительно, порой, ну, они жили программативно, в принципе, вот, как правило. Но иногда и в городах, вот, и даже, проживая в городах, они могли нести эту воду, демонстрируя тем самым презрение, как бы, вот, к человеческим правилам и постановлениям, и подчеркивая, что мы не грешники теперь Богом, а против человеческих правил. Ну, как ученик Иисуса тоже, как бы, такое ощущение, что они, вроде как мозг его, там, бюртом перетирает, сделано что-то, много даешься, что-то. Ну, как бы, сам принцип, вот, перед лицом этих людей, товарищей, рассереденные, и все это делали, и все это делали, и все это делали. Специально, да, даже, ну, как бы, провоцируют такие разговоры, а потом говорят, смотрите, то, что мы сделали, разве нарушение заповедей? Нет. Вот, нарушение наших представлений о заповеди Божьей, да, это другое дело совсем. То есть, как бы, начиная от этого, шел разговор дальше. Ну, в истории Иисуса было примерно то же самое. Правда, Иисус, Он дошел до белого коленя. То есть, Иисус, Он, вообще, Он перегнул палку, чисто, так, по-человечески. Вот. И Он вызвал такой шпал, недовольство огня всей системы, что Его решили убить вообще. Понимаете? Если Иисус просто изгоняли, хотя бы, вот, от общества Израиля, то Иисус, вообще, решили убить вообще. И даже на Богу, кого мы спрести, вазали, и Его решили убить вообще. Понимаете? Нет тела, нет. Вообще, как бы, забудем обо всем этом. Вот так вот. Вот такая система была. Но ученики, хорошо, раз учитель сказал, значит, надо так и сделать. Они пошли, и точно не несет мужчину в луну. Ага. А что, наш, сектант? Ага. За ним проследили. За этим товарищем проследили. Куда он идет. Он, нашли конспиративную ихнюю квартиру, и естественную, сектантскую. Ага. И хозяину тут же. И говорят хозяину, когда он говорит, этого дома. Учитель говорит, где приготовят нам пасу. И их ждал второй стресс. Первый стресс, что они видели мужчину несущего бога, да? Что исполнили слова Иисуса буквально. Вот второе, что девчон ждал. А он говорит хозяину дома, а уже все приготовлено. Как? Ведь весь Израиль постарается готовиться к посланию. И только все будет устилать. А там уже все готовы. На самом деле, горминцы уже, условно, уже так делают только Иисеи. Они заранее все передавляли. Тореже всего Израиль. То есть это объясняет нам эту историю. Что получается, это конспиративная такая иисейская квартира. Это всякие. Вот, значит, хозяин в городе. И вот Иисус является с учениками Свои. Хозяин дома. Тот мужчина странный, что не судил сухую воду. Там может кто-то еще представитель этой серии, значит, иудейский. Вот. Одним словом собрание собралось. Иисус с учениками. Но хотя обычно на тайных вечерях, картину тайных вечерях рисуют. Там рисуют именно только 12. Хотя, там будут, конечно, не только 12. Там наверняка хозяин дома будут, там и под мужчину сухую воду. То есть, ну, все, кто были там в этом доме, должны присутствовать на подобном мероприятии вообще. Тем более, если хозяин принимает в свой дом, значит, учителя с учениками, то он просто обязан. Не только в поэтике это вообще. И по правилам даже Седера поставил. Значит, и, так вот, и они поужинали хорошо. Значит, съели, как говорится, барашка целого, значит, мяса было много. Вот. Нужно было целый животность есть. Вот. Они заранее все приготовляли, заранее ели пасху раньше, чем весь основной израиль. Вот. И действительно Иисус с учениками свяжет пасхальный Седер. Вот. И первые чаши принимали, первый бокал, первый тост. Первый тост за наш выход из рабства. Потом второй тост – это выход рабства из нас, Египет вышел из нас. Потом третий тост по ходу этого ужина. Это, что чудеса издавления во время этого исхода должны бы совершились, если не совершались. Потом четвертый тост – это Бога усыновления, дарование торы, что настоящая свобода – это не просто быть, вот, выйти из рабства, Египетства, а это стать подданным Божьего королевства, как бы, Его рабом. В этом свободы за этот четвертый тост поднимается. А пятый бокал, он всегда наливался, до Иисуса его никто не принимал. Со времен Маше, рабы, учителя нашего Киесея, с его самого времени бокал, особенно Иисус с нами, с того времени совершался Седер, воспоминания Великого Исхода. Вот, и отчет лет даже начался, у нас есть отчет лет подсоздания мира, вот, от создания мира 5779, а от нашего исхода 3330-й год, вот, на дворе, с половиной уже, седьмой месяц, если считать, отход исхода, именно. Вот, и, удивительно, ну, до Иисуса этот бокал никто не поднимал. Эта чаша считалась чашей Маше, чашей Христа. Он должен сам Маше поднять эту чашу однажды и свое царство провозгласить. И, действительно, то, что Иисус тогда совершил там, в завершении этого ужина пасхального, это стало настоящей революцией. Это стало настоящей информацией. Это, знаете, вот, в бумагах людей, кто там присутствовал, сколько их было там, может, человек 20, может, больше, мы не знаем, сколько присутствовал там, на том ужине пасхальном, последнем пасхальном ужине Ветхого Завета, получается. И уже первым, уже ногу Ветхого Завета, уже первым. И Иисус, представьте, все уже с ним, он выбито. Все уже совершено. И вдруг Иисус, совершая то, что он ни кто не совершал, берет последний лист мансы, последний, что остается тогда, афикама, да, который в начале самого пасхального ужина, он отламывался и убирался в сторону, заворачивались там в дорогую красивую салфеточку, обычно на край стола или кляпался. Ну, там, детей, если не было, то просто на край стола ложили. Вот, значит, и после ужина все было съедено, выпито, оставалось только последний бокал на столе, чаша Машиата, его тост Машиата, самого Христа, и последний кусочек мансы, все. Иисус совершает чудо. Он берет на целый последний лист этот и говорит ученикам, всем там собравшимся, это есть мое тело. Считалось в древности, что это символизирует тело Исаака, которого Авраам было принес в жертву, но ангел остановил. И, в общем-то, не совершалось это, вот как в мусульманском мире Курбан называется, Курбан в Айран, вот, когда был праздник. Вот, но там считается в исламе, что Измаил очень должен заявить, зовут Авраам, Ибрадим. Значит, но в Библии говорится, что это был не Ибрадим, что это был вновь, что это был не Измаил, а что это был именно Исаак. Вот, и это же это отношение, не знаю, ну это ужасная сцена, конечно, страшная сцена, честно говоря. Я когда перечитиваю просто на этот след, то я, конечно, ужасаюсь вот этому происходившему тогда. Честно говоря, одна из самых их страшных сцен, ну что может быть страшнее, когда отец заносит нож над своим сыном. Одна из самых страшных сцен в Библии, вообще-то, честно говоря. Вот, и мне, как художник, я много видел разных картин, вот, изображающих по-разному, как художники это мыслили. Есть более спокойные картины, есть более такие эмоциональные там написанные. Но, знаете, самое страшное, что это чуть было не состоялось на самом деле, чуть было это убийство не состоялось. Лишь по милости Господней оно не совершилось, и ангел остановил Ибрагима, Абрама. Вот, и есть мнение модельцов еврейских. В принципе, Павел Апостол в послательстве тоже самое пишет, в принципе, что Абрам верил, что Бог способен воскресить его их ногу. Ну, я не знаю, я... И, знаете, поэтому он готов был это совершить. Страшная сцена, но эта страшная сцена, она, как сегодня мы уже знаем, задним числом уже знаем, что эта сцена говорила о будущем, говорила о том, что в Новом Завете выражено такими словами, 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и Дераводного, даже всякий верующий его не подним, и бы имел жизнь неделищную. Аминь. И так вот, друзья, но Иисус пояснил, что то, что было в сцене с Исааком, это именно прямой отношение к Нему. Потому что лист Мацы, Афикаман, он, напоминая, кто знает, кто не знает, в самом начале, отмотательство этого ужина, брал в вас три листа Мацы. И потом от средней Мацы именно. Абрам и Исаак Яков, три наших прадца, вот как считается, одно из объяснений главных древних. И от средней Мацы отламывалась часть. И вот как бы воспоминание того, как раз вот, когда Абрам занес меч над своим сыном. Уложил так плоть сына его. И вот самое интересное, Иисус после вечера, Он сказал, что это не просто воспоминание того, что было там, на горе. Не просто то, что отец чуть было не завезал своего сына. А это его плоть. Это моя плоть, говорит, мое тело, ломимая за вас. И последняя чаша, миссия христианского царства чаша, для них не наконимал до Иисуса. На той вечере, на той вечере, Он поднял. После ужина, после окончания всего, больше уже хотели расходиться, но Иисус прервал, сказал, это есть чаша, новый договор, новый завет в Моей крови, который за вас проливается. И мы знаем, что Он поведен нам совершает это в его воспоминаниях. Вот, два тысячелетия продолжается это воспоминание. Во всех странах, во всех народах так или иначе это продолжается, совершается. Разные обряды, традиции. В Грузии, я очень люблю Грузию, очень люблю, часто маю за Грузию. И, знаете, вот в Грузии, когда, вот там традиция, застой, да, всем известная такая, даже кто ни разу не был в Грузии, те, ну, видят, знания по фильму, допустим, так, традицию, слышали об этой традиции. Она очень трогательная традиция, на самом деле, удивительная традиция этих застой. И братья мне объяснили, вот, в их понимании, как кажется, когда еще много христианства пришло к ним туда, вот, давно не было. Задолго до крещения Руси у них уже христианство проросло. Еще в первых веках, со времен апостолов первых, вот. А официально, де юре, это начало четвертого столетия еще, конец третьего, начало четвертого столетия, уже церкви, там, в Грузии. Ну, начало четвертого века, это святая Нина, да, Нино, просветительница Ивери. Простая девушка, которая по откровению слышит, пришла туда, куда землю, с подругами. Подруги погибли ее, вот, она оказалась заложницей, там, значит, ну, как они девушек красивых хватали, как раз и тогда, значит, санкоперку и похищение, бомбардия Киргуду, да, значит, там, во всяких, да, там, дети-бор. Значит, но ее заложницы оставили, вот, в доме одного кавказца она жила, вот, значит, и, но к ней очень уважительно относились, в доме, потому что видели, что она очень, она не просто красивая девушка, она очень, ну, богобоязненная девушка, она молилась постоянно, и, хотя, момент, ее было непонятно для кавказцев, но этих, но очень сильно уважали ее, не трогали ее, значит, думали, ну, может, подрастет, потом, как-то вот, замуж ее возьмем, значит, но, приветствую, в салон. Вот, значит, и, представьте, и начались чудеса, начались через эту девушку простую, чудеса, начали люди исцеляться. Люди стали замечать, она стала учить немного грузинский язык, вот, они стали понимать ее, она стала понимать их, и она стала молиться за людей, и люди стали исцеляться, притом, такими, что местные знахари просто руки опускали уже и говорили, что все, уже, ну, уже списать больного надо, уже все, в могилу не лежать. Вот, но самое интересное, это не но, она молилась за этих людей, и люди исцелялись. И потом дошел слух до царя, еще, до правителя одного из народов этих грузинских, и тот король царя попросил эту девушку подвориться, потому что у него жена была, и врачи уже были бессильны, уже знахари, все, родные, извините, пошли мечты, все, наконец-то. Вот, уже все перепробовали, значит, и эту девушку попросили, потому что слух их один уже подвориться, что вот, вот, простая девушка, да, значит, пленится, но она молится, и люди стядаются. Вот, значит, и, значит, эту девушку попросил помолиться за свою жену, царицу. Вот, самое удивительное было, на глазах уже рисов, на глазах у этих всех, там, этих людей, царица исцелилась. Бит, неизлечимо больная женщина стала здоровой, вот, без всяких стыдов повреждений, там, этой болезни, ну, там, разные предположения, относится к предположению, что это кожная проказа, там, значит, там, ее была страшная зараза, вот, на Кавказе тоже болели люди этим всем. Вот, по крайней мере, царица была здоровая и была исцелена, как вот отец Викторович рассказывал о исцелении бабушки той, я вот до сих пор еще вспоминаю, бывает, слава Богу, я думаю, вот, каково это вот. А расскажите о том еще раз. Расскажите. Отец Викторович, выйдите сюда, все-таки, вот, интересно даже вот. Еще раз услышите, да. Нет, там, мне сцели немного, я не помню, я как приют на бабушке. Нет, бабушка, это, 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 проказа, нога была, прокаженная, помните? Нога была прокаженная, проказа, вот, значит, и, там, значит, у нее задумывающий пот выросла, там, значит, ну, кожа исцелилась. Нет, это не ям рассказывал. Не вы рассказывал? Нет, у меня таких случаев не было. У меня, я... Не было, кизы надо рассказывать. Нет, нет, у меня было с моей дочери. Нет, нет, с очередкой помню, вот, это помню точно. В селе бабушка там, молилась, и, вот, нога, нога поврежденная, значит, там, и, вот, она зараза была, значит, и кожух, и кот, там, выедена вот, вот, этой заразой. И потом, в течение одной ночи, короче, у бабушки все это зажил уже, и, даже кожа такая, как бы, как, у них кожа ставческая, а, вот, на этом фрагменте, где было повреждение все это, да, значит, там стала молодая, вот такая вот, свежая кожа, молодая кожа, вот. И, знаете... А кто он виск за нее? Да вот я вспоминаю, сейчас тоже манил из-за нее, слушайте, вот, вспоминаю. Я на витера какого-то пишу. Ну, не знаю, точно. Короче, значит, та Нина наманилась, простая, дорожка Нина там, манилась, и царица исцелилась, и король был, царь был рад, конечно, царица рада, родевонька, вот, а все медики и все эти, там, при дворце, кто были, вот, а все недовольны, как так? Наши богам молились, как бы, нашим отечественным, как бы, и говорил, как бы что. А вот там пришла, какой-то непонятный религий, там, почему, о каком-то распятом рассказывают Иисусе, вот, значит, и, значит, и вдруг исцелилась, исцелилась она. Вот, и вот эти вот, как бы, советники, да, вот, политики, религиозники возле царя, они вот стали воду мутить. И они, значит, сказали, видимо, это не чистая сила такая, как, в общем, девушке помогает, вот, это, потому что боги наши молчат, описать это, а пришла эта девушка и, вот, совершила это. Ну, декастора дела не нашло, но как бы, шпорт как мужа, в общем-то, да. И, значит, эту девушку обязали поклониться богам, их язычествам. Собрали жрецы, присутствие царя, царицы, присутствие двора, всего этого, ее привели, значит, в этот храм главный, и там множество истуканов стояло, и попросили ее, ну, вначале по-хорошему, вот, значит, потом я так понимал, понимаю, могли бы и по-плохому можно доставить, но вначале по-хорошему. Вот, девушка, красавица, поклонись вот этим всем нашим богам, чтобы мы, ну, не переживали, по-хому-ценицу, и вообще, что это не была нечистая какая-то сила, чтобы это было все чистое было. И вот, а та девушка стала молиться прямо в храме, стала молиться Богу Святому, вот, и, интересно произошло, земля попрослась, началось землетрясение, молитва девушка, очень непростой, земля попрослась, и не просто в городе не пострадали здания, дома не урушились, но после этого землетрясения этого упали эти боги, эти истуканы упали, разбились, эти камеры изваяни, жрецы за голову, короче, царь грузинский их сразу сократил, вот, да, уволил всех, увольнял, вот эта девушка, она, как бы, одна лучших всех этих, всех этих жрецов, вот, значит, от них Бога никакого, вот, от нее Бог есть точно. Значит, во-первых, и царица исцелилась, живая, здоровая, во-вторых, и все эти боги попадали, ну, все. И вот он дал мне этой девушке проповедовать свободно, от своего имени, она была свободной уже жительницей этого строящей страны, и могла без нее проповедовать о своем Боге, рассказывать и мне, и всем моим подданным. Короче, эта девушка проповедовала так, что, ну, Божья часть страны, так или иначе, этих времен грузинских, они уверены, обратились. Она, поэтому, православная традиция называется апостолом, равноапостольная имена, то есть ее служение называется апостольским служением. В православии очень много, несколько женщин только, святая, рабо-апостольная, вот, там есть, ну, женщины, несущие апостольское служение. Там была то вот такая, так вот, да, то вот святая, право-апостольная, вот святая имена, пять, я думаю, пять женщин всего. Вот одна из них, это как раз вот святая имена. Вот эта имена, и до сих пор, когда в Грузию вспоминаешь, нино, все знают, да, это, да, это действительно та, которая приняла наших предков к Богу живому имена, от идолов, отвертила. Слава Богу! Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Братья и сестры, сегодня вот в молитве об этом духовном пропуждении. Только не пугайтесь, я сейчас скажу одну вещь, только не пугайтесь, пожалуйста. Ну, те, кто уже знают, уже знают. Те, кто не знают, не пугайтесь, пожалуйста. Вот, дело в том, что некоторое время тому назад я видел здесь видение, но не этими физическими глазами, я первый в жизни видел не первый, если извиняюсь, не первый раз жизни, подобно я видел, но именно ангел видел впервые. То есть как видение, видеть физическими глазами, это одно. Таким образом я видел два раза в жизни свое видение, чтобы увидеть физическими глазами. Вот как вас сейчас ясно вижу. Так же, не переставая вас, к примеру, увидел и другую реальность. Такое было дважды в моей жизни. Первый раз это было в экстриме, очень жестком. Это было в армии советской, еще в карцере. Вот, на волосок от смерти, ну, Бог дал вот это видение. И укрепнул меня очень сильно. И, я говорю, две недели после того, я просто был в таком присутствии его. Вот. А второй раз видел здесь какие-либо, без всякого стресса, абсолютно без... Вообще ситуация совершенно противоположная тому, что было в карцере. Я выспался, я поел, я попил, я доволен, все хорошо. Жена красавица, детки растут, все хорошо, в греху на служение. Ну, вообще прямая противоположность, чисто физически, физиологически, прямая противоположная ситуация. Но я тоже видел детей. И тогда, и тот раз, и тот раз, и тот раз это было в без всяких предупреждениях. Это было просто в том, как бы, вот, вот, я даже не просил об этом, даже не догадывался, что произойдет. Это просто произошло. Вот таких раз, два раза было в моей жизни. Вот, значит, но, и несколько раз было такое, что я вижу все, не переставаясь, я не вижу все. Как и есть. Но, как будто бы, вижу другими глазами еще. Как силуэт, не силуэт, но очень четко вижу. Еще другую реальность, будем так говорить. Такое было несколько раз тоже в моей жизни. Вот, недавно, это было здесь, в этом зале. Удивите, это вот так же стульчики стояли. Первый раз пришел, просто стульчики так стояли, раньше никого не было. Здесь плаги, 50-но, значит, там, это общественных раздвижка плаги. Значит, поставил стульчики все, вот так вот все у них стояли. Мы же здесь гости, мы пришли, вы шли, да? У них все так уже стояло. И вот я пришел, молюсь о служении, начало служения. Вот, никого нету. Еще до 9 утра, получается, до начала. Думаю, ну, хорошо, я начну один, помолюсь о служении. И там поставил камеру, ходил в Томогулу. Значит, и с того, главное, что мы сейчас их иду сюда, значит, и здесь начну молиться. А так, как она идика. И хожу по залу, молюсь. И вот оттуда поворачиваюсь сюда, и представляете, что я вижу? Вот этими другими глазами, как будто бы. Зал полный. Он пустой, физически, вот этими глазами, он пустой зал. Просто, просто зончики стоят, вот так поставлены, видите? Все так же стоят, вот тогда. Значит, и, но, какими-то другими глазами, я видел еще, как-то другую. Я не присматривался точно, я не могу выручаться, но мне кажется, вот, не было салонных мест. То есть, то есть, везде стояли, и это были ангелы. Ну, их я не видел, но я сразу же там, и они, как люди. И самое интересное, я на них смотрю, и они поняли, что я их вижу, они вначале не понимали, что я их вижу, а потом, когда они поняли, у них как-то мысли, как-то телепатия, они понимают сразу, один понял, это все сразу поняли. И они поняли, что, они увидели, что я засек их выражение лиц, некоторых из них, и они поняли, что я их вижу, им так интересно стало, они поворачиваются на меня и смотрят. Вот, честно говоря, я немного, ну, как бы, немного друг молчусь, их много и один здесь, и вообще, вот, понимаете, это, как бы, такая ситуация. Ну, как бы, это наши или наши, как бы, ну, понятно, что наши было, но у меня был подбас, что это был хороший ангел, ну, значит, да, ну, мало ли, как бы, знаете, всякое бывает, вот. Тем более, я, ну, не видел первого в жизни вообще, вот, никогда не видел. А супруга моя видел раз, значит, ну, я даже по-хорошему завидую, надо же вот везде, вот как что-то хорошее помнишь, не очень показывать. А он мне, ну, гляд такого не думаю. Но здесь нет одного, как она будет, а целое собрание ангел. И я так смотрю, они все говорят, ну, вместо меня, некоторые даже корпусом, некоторые так вот, так вот, просто, но некоторые улыбались, некоторые так чуть-чуть улыбались, некоторые очень широко улыбались. Ну, просто улыбались, значит, наши, как бы. Вот, значит, да, я это сделал вывод, значит, и, значит, и я им говорю, я первый раз в рекламе, честно говоря, вот, ну, я, ну, как, я пою там, на шапах, там, пятницу, по традиции, там, по-русски, приходите с миром, ангелы всевышнего, посланники всесильного, пребывайте с миром. Дальше потом говорится и будьте с нами с миром, а он, входите тоже с миром, ангелы, господи, посланники всевышнего. Это такая молитва, она, ну, уже много веков, и поем, значит, каждый пятницу встречи шабата. Считается, что даже если ты один встречаешь шабаты, и, ну, там, дороги, мало ли, что случилось, допустим, но ты знаешь, что ангелы, господи окружаются, да, и они посланники всевышнего, они с тобой. Вот, удивительная история такая. Ну, я никогда... Я приветствовал много раз, но никогда не видел, честно говоря. Вот, и... И я не помню... Скрыли! Скрыли! Ну, не знаю, ну, не знаю. Вот, как, вот, долг у нас все убрал, привет, там же не даешь, ну, а когда раз... Ну, я так сам представляю себе, уже не знаю, честно говоря. Ну, короче, не видел я вот этого. Но я знал, что это ангелы. И самое интересное, и я им говорю, в собрании них работают. Я говорю, не помню, что он и сказал, первое. Ну, поздоровался, как бы там, шалом, а потом говорю, славьте Бога, мы давайте прославим Бога, вместе, как-то там, помолимся вместе, и они еще больше сами радостные. Да, все, кто с тех армии улыбался, они вообще располагались в любви. Как бы, ну, как бы, он наш, что ли, как бы, как бы, то есть мы вдруг узнали, что мы, как бы, заодно, мы одна. Ну, как, допустим, к примеру, ВВС, да, и артиллерия, допустим, ну, это, как бы, разные, совершенно, да, но, в принципе, мы полной армией, как бы, чтобы мы, у нас один командующий, короче, главнокомандующий, генералист, кто-то садил, на разные родные поиски, как бы, да, совершенно, они там летающие, мы там точно, там, может быть, церковь полей, как бы, не знаю, ну, короче, церковь Бога жива, но, по крайней мере, у нас тут один главнокомандующий, у нас один враг, и, как бы, и одна цель. И они такие радостные. Я стал молиться. Дальше не помню я их уже. Я их не видел. Уже дальше, я думаю, я сейчас иду сюда, я их отсюда разложу, Я их не видел уже. но ощущал вот такое сильное присутствие Бога, что, знаете, вот, аж меня, я не знаю, если я не смотрел, мне казалось, мне показалось, все дымом, все поднялось, все. Я их не вижу, но я понимаю, что они здесь. Так что не пугайтесь, но они здесь. Слава Богу, да? Вот. Это наша хорошая Божья. Вот. И потому что враг повержен. И если у ангелов есть своя война, как бы, да, у нас есть своя война, но самое главное, что победа совершена уже две тысячи лет назад Иисусом Христом. И вот то, что вы принимаете участие, это, по сути, празднование этой победы. Аминь. Аминь. Отец, я бы, пожалуйста, поделитесь вашим учением сегодня. Поделитесь, да? Ждем, ждем, а потом совершим участие все вместе. Аллинуя.